Люди в белых халатах. Сколько возвышенных слов в стихах и прозе посвящено представителям этой нужной и важной профессии. В Краснодарском крае больше 70 тысяч медицинских работников, высококлассных специалистов. Им удалось сделать кубанское здравоохранение одним из лучших в стране. Свой достойный вклад в укрепление здоровья жителей вносят и славянские медики. Накануне Дня медицинского работника в зале городского дома культуры собрались врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборантки, санитарки и все, кто обеспечивает работу отрасли здравоохранения. С профессиональным праздником виновников торжества поздравил глава Славянского района. Нет ничего важнее, наверное, чем здоровье человека, чем жизнь человека. Поэтому благодаря вам мы сегодня живы-здоровы. Живы-здоровы наши близкие. Вы не считаетесь со временем. Спасибо вам за то, что вы нас лечите. Я хотел бы вам пожелать тоже всем крепкого-крепкого здоровья. Пожелать вам мира, добра, достатка. Мы будем стараться, чтобы условия вашей работы, они были более комфортные. Доброй традицией стали подарки к празднику. Сертификаты на автомобиле для оказания скорой медицинской помощи были вручены главному врачу Славянской центральной районной больницы Юрию Просоленко. Заведующая первой поликлиникой Антонина Перевалова получила ключи от однокомнатной квартиры. Труд медицинского работника – это высокое служение во имя сохранения здоровья и жизни людей. Отрасль здравоохранения пополнилась молодыми специалистами, которые честовались на сцене. Более двух тысяч человек работают в Славянском здравоохранении. И лучшие из них были отмечены благодарностями и почетными грамотами Министерства здравоохранения Краснодарского края. Затем честовались и награждались победители в различных номинациях. Так в номинации «Трудовая доблесть» победила Нина Мацедонская, заведующая второй поликлиникой врач-терапевт. И с чувством ответственности, долга и патриотизма я шагаю всю свою жизненную дорогу. Она мне помогает жить, преодолевать препятствия. Это уже моя жизнь. Уже без работы я себя не представляю. Дома, даже дома, я считаю, это моральная смерть. Работа, пациенты, все это зовет каждый день. Дарить здоровье, дарить добро, внимание. Люди к нам идут за помощью. Мы эту помощь им оказываем. В номинации «Лучшая медицинская сестра» 2019 года победу одержала Ольга Бабичева, старшая медицинская сестра урологического отделения. Медицинская сестра является первым помощником доктора. И на ее плечи ложится, наверное, может быть, больший процесс ухода за пациентом. И в связи с этим конечный итог выздоровления. Поэтому и важна работа медицинской сестры. За добросовестный труд и профессиональное мастерство, благодарностями главы Славянского района и грамотами были отмечены многие сотрудники. Врачи, медицинские сестры. Самым волнующим моментом праздника стало чествование удостоенного звания «Легенда здравоохранения-2019» Юрия Николаевича Макаревича, который проработал в районном здравоохранении 40 лет и обучил не одно поколение молодых специалистов. Со сцены в этот день прозвучало так много добрых слов и наилучших пожеланий. Желаю каждому из вас здоровья, чтобы в этом слове каждая буква была большой. Вам и вашим семьям. Я желаю вам благополучия. Я желаю вам мирного неба над головой. Я желаю, чтобы тыл ваш был всегда прикрыт. И на работу вышли, как на праздник. Творческие коллективы городского Дома культуры порадовали собравшихся своим искусством. Будет утро добрым, станете светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. В заключение хотелось бы сказать, как бы далеко не шагнула техника, самые современные технологии – это лишь инструменты в руках специалистов, ежедневная цель которых – оказание помощи каждому нуждающемуся. А медицинские работники у нас замечательные, знающие и неравнодушные. И люди им уверенно доверяют самое дорогое – здоровье и жизнь. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok